Сегодня будем готовить крем-чаутер на английский суд, который был придуман в 1916 веке. В 16-м веке он начали строить, и упоминание его, в общем, так. Существует вообще большое количество чаутера. Есть товарный суд, монтажный чаутер. Есть суд, который готовится на прозрачном бульоне, Рудайл-чаутер называется. Ну, как правило, если тебе в Британии, ты говоришь, что каким чаутер, какой плен чаутер. Плен чаутер – это молочный суд, так как томидоры, в принципе, появились гораздо позже, чем в 16-м веке. В первом нам появился именно плен чаутер, который готовился на основе молока и на сливах. Мы будем сегодня готовить его на основе молока. Томатный суп, монтажный чаутер, встречается уже чуть-чуть гораздо позже. Первое упоминание его в 18-м веке, в 1850-м году, в томатном супе. И именно сама сущность этого, ну, томатового супа, больше была перенята у португальцев, потому что это должно быть в силистике, который густый томатовый суп с морепродуктами. Еще есть один такой же суп, который тоже называют чаутером, фиш-чаутером, который готовится без моллюсков, а готовится только с рыбой. Сегодня мы будем готовить чаутер с рыбой, и с моллюсками, и с минем. То есть у нас будет наша версия. Многие, ну, как правило, есть определенные правила. Все чаутеры готовятся с добавлением бекона. А вообще и бекона, это один из главных ингредиентов. То есть морской суп с добавлением бекона. Оказалось бы, на наш вкус не совсем там понятны, как бы сочетание с копченым мясом, который там морской суп с морепродуктами. Ну, это очень вкусно, потрясающе. И мы сейчас начнем готовить. Пойдемся, по-моему, руки сейчас, да, для того, чтобы мы могли принимать активное участие. Начнем готовить с лимонадика, так как очень жарко, чтобы можно было в процессе подпевать лимонадик домашний. И замешаем тесто для лепешек, которое тоже будем готовить. Почти лепешки, да? Да. Спасибо. А сейчас я расскажу, по-моему,ру. Тесто для лепешки, да? Продолжение следует... 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 У нас достаточно много, но мы делаем большое количество сиропа, а там уже добавим сколько нам нужно будет. Я вот возьму где-то полкилограмма сахара, добавим кипятлочко. И мне, наверное, нужен помощник, чтобы туда перемешал это все дело и растворил сахар. Стоп! Давай, как тебя зовут, Юля? Замечательно. Нам необходимо его размешать, чтобы все распределилось дело. А еще, пока горячее, мы будем делать огуречный лимонад. Мы добавим растворина туда, оно очень будет хорошо. И в горячей воде он разойдется и даст хороший отличный аромат. И добавим немного басильника, сразу горячую воду. Для того, чтобы именно ароматизировать наш сироп. Можно экспериментировать, делать, добавлять прямо в сироп свежие ягоды. Можно... Здесь сейчас разборин и базилик. Слышишь, какой пошел запах? Да. Очень символ. Если возникают какие-то вопросы или кому-то не слышно, можно подойти ближе, можно встать... У меня еще есть задание для каждого. Можно сейчас отжать лимон и сок и... Сколько воды? Сколько воды? Воды мы сделали. Из полика. Слушай, пол килограмма сахара и воды ровно чтобы покрыло сахар. Да, это приблизительно где-то 300 грамм воды. Можно и больше, страшно ничего не будет. Просто будет сироп менее концентрированный, придется его добавлять больше. Уже в наш лимонад. Потом нам нужен сок лимонов и апельсинов. Для того чтобы отжать сок, естественно, его лучше помять. И, ну, хорошенечко его отжать. А есть такие советы, как в 10 секунд микроволновки? Можно в 10 секунд микроволновки, но я не очень люблю, потому что киряются ароматические масла с микроволновки. Если есть такое желание, конечно, вы можете все принимать участие. Можно встать прямо здесь. Это... Ну, когда мы проводили мотивацию, есть люди, которые активные, есть люди, которые не активные. Которые хотят посидеть и посмотреть, а есть люди, которые очень быстро готовят. Поэтому мы можем... Просто покатаем? Да, покатаем лимоны. У меня есть такие... На баре есть такие штуки специальные. Называется сквизер, как чесночник. Мы можем воспользоваться этим. А можем воспользоваться таким домашним условием. Самой обычной ложкой выдавливать сок лимона. Вместо фрешника. Ну, я люблю этот способ. Потому что у меня дома нет такой штуки, которая сквизер называется. Сейчас я у них тоже возьму ее. Можно ее купить. Продается до этих там больших супермаркетов. Такую штуку можно купить. На самом деле удобная. Сквизер называется. Сейчас я поделюсь. Подолжу два штуки. Вот так, а чесно лимонов и апельсинов? Мы будем делать много. Мы сейчас сделаем лимонаду таких литров пять. Чтобы мы могли пить на протяжении всего мостов класса. Вот мы сейчас, смотри, как мы сделаем. На литр лимонада, на литр, я всегда беру один лимон, один апельсин. На литр лимонада достаточно. А если хочется, чтобы он был красивый, прямо в графине, можно еще один лимон и один апельсин нарезать. Для красоты. Для красоты. Для красоты. Прямо в графинчик. Будет красиво. То есть, мы берем вот таким вот способом. Отжимаем сух лимонов. Очень удобно. Не надо не пачкать руки. Ничего не нравится. Полезная штуковина. Можно, в принципе, обзаветись, а можно ее не обязательно покупать. Или вторым способом можно сделать. Сверху уже готов? Да, растворилось все. Замечательно. Это то, что нам нужно. Я вот таким вот способом дома всегда пользуюсь. Ну и на кухне тоже. Очень практичный, удобный способ. Ложечку вставил. И все это дело легко выдавливается. А просто через ситечко все это процеживаю. Попробуем задавать вопросы. Как с полоками юлишь. Да, говори. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Отожмем я сок. Если есть вопросы, задавай. Что-что? Сначала наступали. Что-что? Сначала наступали. Что-что? лимонада. Ха-ха-ха. Говорят, всю неделю будет стоять огромная жара. Поэтому эти лимонадики придут на помощь. Я уверен. А мы еще сделаем полезный огуречный лимонад. Мы туда накрошим слайсов огурцов. Он даст дополнительной слежости. Особенно. Угу. Это прямо в это что? Да. Мы прямо будем лимонад сделать. Вот у меня уже подготовленная вода. Бойлера. Покупная вода. И мы сейчас прямо вот у такого количества сделаем лимонада. И будем всех угощать пить. Если кто-то желает подавить сок, вообще с радостью приму вашу помощь. Хочешь попробовать? Да, я могу помочь. Я могу помочь. Давай. Я вообще рассчитал, что вы будете готовить, а я буду вам рассказывать, как это делать. Ха-ха-ха. 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 Так вот. На клеммчаудр. На клеммчаудр нам необходимо... На самом деле ингридентов немного. Можно экспериментировать и тоже делать по-своему. Делать... Не обязательно покупать, допустим, миди в ракушке. Но они очень классные, мне очень нравятся. Сухой заморозки, когда типа нету льда. В них получается, когда размораживаешь, есть их неестественный сок. И здесь вот у меня есть два вида моллюсков. Это вонголи, или венер, так их еще называют. Вонголи просто более такие серые, тоже можно купить там и в метро, и в караване, где-то продается. И в виде створка. Но можно покупать и без створка. Вот эти вот, в них есть в принципе особо нечего, но они дают особый вкус самому бульону и супу. Не передавая, но вот их даже можно кладут в ради как специи в сам суп. А само то, чтобы кушать, получается густой, насыщенный молочный бульон. Если его так можно назвать. Потому что супы, в принципе, мы будем готовить из молока. Не из там молочного, либо рыбного бульона, а именно из молока. Если бы мы его готовили на основе бульона, это можно было бы приготовить Манхэттен Чаудер с томатами. свежими. То есть мы бы там поджарились, пассеровали томаты. И у нас был бы Манхэттен Чаудер. И использовать бы абсолютно все те же ингредиенты. Ребят, а подайте вообще бекон мне нужен. И большую сковородку. Кстати, по поводу сковорода и ножей. Я больше всего люблю, но ножишем, часто возникает вопрос там про ножи. Ну, у меня там друзья, знакомые, девушки, ребята спрашивают, какой лучше там нож взять. И как вообще лучше пользоваться. Никогда я ножом не режу вот так. У меня очень острый нож. Я вот у меня всегда, когда правлю, правлю его на кожу. У меня там такая сутра деревянная, на которой прибита кожа. И натерта постовой. Я его правлю. Заказал себе нож с Японии. Очень доволен. Я его пробую, когда поправлю, у меня вот тут чуть-чуть высинаем есть. Брейк в голову. Так вот, ножи всегда должны быть. Он может один быть, но он должен быть очень острый и хороший. За ним нужно ухаживать. Если самостоятельно не получается, лучше отвезти его на рынок. И там профессионалы есть. Его тебе наточат. Он должен всегда острый. И никогда ты не режешь по технике безопасности. на листу, картошку или морковку. Потому что можно отрезать палец, например. Всегда только вот так вот. И еще есть техника на технике. Ну как, мы сейчас когда будем резать, можно будет и попробовать. Это я научу. И посмотрите, как резать правильно. Вот для того, чтобы научиться резать шеф-повара. И нужно обладать просто базовой техникой знаний. А практика придет позже, когда ты уже перережешь пару мешков лука или морковки. Что у вас за нож? У меня поворотской нож. Да. Его, честно забыл, как мастера зовут. Кузнец седьмом поколении. Он делает исключительно ножи кухонные. Это не заводской нож. Это кузня, ворны. Они там клепают ножи. Здесь сделаны под кататься именно с Японии. Ребята ездили. Мне посоветовали, когда я выбирался. Попробую взять. У нее очень классно. Люблю такие вещи всякие. Хендмейд. Хороший нож. Ну, это дети из наших выбирают. На что нужно обращать внимание с хорошим ножом? Сейчас я вам приведу пример плохого ножа и хорошего. Сейчас я вам принесу разные ножи. У меня тут есть на кухне всякие. Я вам покажу, что такое, в принципе, хорошее нож, что такое плохое. Как можно его определить? Сейчас мы лимонад сделаем уже, чтобы можно было сразу освежиться. Я предполагаю, что нам, наверное, достаточно. Да. Возьму. А ты стой на месте. Это было… Это мы сейчас добавим, если нам приедут запаху. Так, наверное, воды тут много, потому что если мы засыпем лед, сироп, ну так, половину, потому что все это дело смешает. Так, это чтобы все, косточки остались внутри, процедим. Воду льда, всегда дома храню пару баклажек или пачек с подсока в морозине, очень удобно, заворачиваешь полотенце, берешь молоток, все это отбил, у тебя всегда куча льда, когда я в выходной приходит очень много друзей, знакомых, и без льда не могу жить, поэтому храню всегда дома пару баклажек с замороженной водой и просто потом молотком бью, получается, как крашка, и крупные куски льда, сейчас модно, бармен, крутые все, у нас на плейсе пользуются гулы, льда, и там пиля, кстати, красивые делают, были у нас нет на плейсе? Обязательно приходите, очень круто, по-моему, у нас в учринке все такие крутые, и добавляем сиропчик. вот, что я говорил по поводу нарезки, всегда у нас, ну, я часто вижу такую ошибку, когда мы режем вот так вот, палец мы выставляем вот так, и в какой-то момент мы всегда можем отрезать кусочек пальцев. Что делают профессиональные повара? Они так не режут, они всегда ставят руку вот таким вот образом на предмет, который мы отрезаем, нож всегда находится с небольшим углом от пальцев, сами пальцы прячем, и большой палец мы не выставляем, тот, чтобы его случайно не отрезать, а прячем вот сюда, и придерживаем. Срезаем попку, и, то есть, вначале научиться, не стоит стремиться резать быстро, для того, чтобы научиться хорошо и быстро резать, надо научиться резать правильно. Так вот, поначалу может показаться, что оно не вкнуло, неудобно, но оно на самом деле очень удобно. Можно, наверное, шинковывать вот так вот, и я при этом даже не смотрю туда. Очень просто, тонко и классно. То есть, идея в чем? Заставьте себя резать правильно, и у вас никогда же ни палец не порежется, ни для этого должны быть острые ножи. И перестаньте резать, допустим, на весу, как часто я вижу там. Вот так вот. Попробуйте? Да, хотелось. Конечно. Я же не умею, я точно так вот держу, как я показываю. Ручки, крючки. Давайте вот так вот сделаем. Вот это наш стоп, именно из этих ракушек миксовый. Они вылезнут в сухой заморозке, а на море что? Да. Вот это бонголи, и еще их называют венерками. Да, сейчас камера влобила. Лежит в плите еще. Да, не бойтесь его. Если мы будем делать все правильно, берем нож. Берем нож. Берем огурец. Руки. Фиксируем вот, чтобы у тебя никуда не ездишь. Вот так. Расслабься. Вот так чуть-чуть. Ногти спрячь вот так. Вот так. Да. Теперь нож, ты его контролируешь, и ты его под небольшим наклоном. Я поняла. Ну а надо, чтобы же красивая была? Нет, ну потренироваться можно не обязательно красиво. Это не обязательно вывести в сторону на себя. Можно еще. Сверху вниз, да? Таким образом можно еще. Дай ты нож учет, пожалуйста. Саша. Дай мне нож, пожалуйста. Не научишься. Чего? Научишься. Старайся заставлять себя прятать ног. Да. Угол сильный тоже не сильно стой делать. Уверенный. Когда ты работаешь острым ножом, ты делаешь это уверенно. Чинь, 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 чинь. Все работает на работе. Дай, пожалуйста, мне нож. Ну и вообще можно вот так состревать, пить с доски? Нет, не состревать. Так нож не затупить. Можно еще резать, не отрывая нож, как вы там. Вот как это? Это мы берем нож. Удобно в руку. Да. Не вот так, не вот так там. Но можно, в принципе, кому удобно. Но обычно натирают все люди мозоли, когда я очень нарежу. Правильно нож держать здесь. Вот на этом ноже должно быть специально выемка, для того, чтобы руку держать. Да. И ты просто держишь крепко нож. Крепко пальцы. Пальцы контролируешь. И убираешь вот. Видео. Можно с такими движениями. Кончик упирается. Да, кончик упирается. Мой любимый метод нарезки – это шинковка. Вот это когда ножом рубишь. Вот тут ошибка. Если ты так рубишь, у тебя никогда не отрывается нож как пальцы. Никогда. Как только ты можешь… Вот так вот. Он у тебя всегда ездит по вот этой косточке. Я поняла. Это важно. Это очень важная деталь. Сейчас я еще чуть-чуть порежу. Да. Если кто-то хочет, можно… Кто-то хочет еще попробовать? Да. То есть резать обязательно нужно всегда нож контролировать. Пару ножей. А? Можно еще пару ножей? Да. Сейчас мы сделаем пару ножей. Саш, можно еще нам пару ножей принести? Так вы получите не только знание, но и навык. Конечно. А мы огурчики сразу же для нашей лимонады. Так, осторожно мне пальцы не отришься, я наберу огурцы. Да? Нет, неправильно. Смотри. Берем огурец. Берем руки. Ставим за топку, отрезаем. Нож у тебя всегда должен быть вот край ножа под небольшим углом от тебя. И никогда он не должен отходить от твоего пальца. Всегда он должен быть здесь. Да. В таком случае ты обеспечиваешь… Вот оп, ушел от пальца. Можно же отрековать палец очень просто. Вместе с огурцами. Что я хочу? У нас босква большая, мы можем тут втроем. Да давайте… Кто хочет попробовать? Заходите ко мне сюда. Вот, что желаю. Да, надо потренироваться дома обязательно. Садово тебе ветка. А у вас еще есть? Очень осторожно, смотри. Берем ножку, ну… Держим огурец. Да, да. Прячем большой палец. Видишь, он не спрятан. Ногу тоже прячу, чуть-чуть их не отрезать. Вот, смотри, надо правильно держать. Угу. Юля. Оп, опку отрезали и поехали. Вот смотри, у меня всегда касание идет в пальцу. И я всегда нож держу или зло. Вот как ты можешь. Попробуй. Смотрим. У тебя один за метрик. Текст. Давай, мать. Попробуй. Затирает, это шлангка. Да, у вас. Давай, давай. Да, мамин. Да, мамин. Ой, очень осторожно. Кто еще хочет? Начинай. Сейчас. Пороче, давай, щекомашина. Сроки, сколько? Какого суп? Тебя суп, тогда больше нет. Давай. Даже когда последний огурец, лучше всего либо убрать его в сторону, либо еще можно взять и сделать следующее. Отрезать скоску аккуратно, поставить так же и нарезать его вот так же. Точно тем же способом, но в другой форме нарезки. Огурцов мы на литр, в принципе огурцов там много не будет, ты им огурцами не испортишь. Поэтому можно пласть на литр порядка 200 грамм огурцов. На литр 200 грамм? Да, вот я взял где-то килограмм, у меня вот эта кастрюлька опять сбила. Килограмм его тоже взял вот сюда на кастрюльку. Не слыши, научись начать лезать правильно, да. И застать нож держаться вот, чтобы он сюда был немножко под наклонным. От пальцев, не в сторону пальцев. Да, да. О, отлично. И большой пальчик не высовывал, прячу его по остальными пальчиками. А еще есть такой приемчик, если у морковка или огурец прыгать, тебе неудобно его держать, можно срезать кусочек, положить его вот так, покласть в кладу и нарезать его вот так. Он тогда не будет ездить и кататься по у столу. То есть еще основное правило, это мы не отрываем от пальца. Да, не отрываем от пальца и всегда держим наклон. Это важно. Отрываем от пальца. Да, просто нужно в какой-то момент, если у тебя будет такой нож когда-то приявится, или ты захочешь, что это очень важно. Острый нож. Можно нашлимковать пальцы. Да, что? Да, что? Да, что? Да, что? Это будет лимонад с пальцами. Так. Клубки нам нужны. И отходы. Лимоны туда же. А на даче еще делал, у меня компания собирается. Вот нет, у меня ни сиропа, ни печки, чтобы там типа закипятить. Была такая ситуация, мы чайник не привезли еще на дачу электрический. И что-то не хотелось там сильно полихностерывать, кипятить воду. Мы делали как? Мы убрали, у меня литровые банки такие для консервации с крышками. Чик-чик-чик. Мы вот ставим банку, две ложки сахара, пару вот таких вот долек лимона. И у меня есть скалка такая, да. Мы вот так просто скалкой с сахаром помяли, добавили, сорвали с грядки базилика туда, добавили туда с грядки еще майрана. Помяли, 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 а потом добавили воду. И лед. И в банку закрыли, и вот так вот помешали. Все, вообще супер, трубочки вставили, прям в банку пили. Классно было. А те, кто хотел с алкогольным, добавляем туда немного рома. Или я делаю еще настойки вишневые, смородиновые, очень крутые настойки. Настаивают на лёгкие, перебитые ягоды. Две недели настаиваются. Получится, как вот супер вообще. Очень много льда. Все. Я думаю, что нам... Ребят, мне нужен черпах. Сколько нас? Нас 10? Здесь 2 ребят. Трое ребят. Поможете мне? Давайте сейчас попробуем, что у нас получилось. И доставим нагреваться сковородкой для нашего шауда. Вот это не все. Вот отбираем, конечно. Вот. Вообще супер. Можно еще лимончик. А сейчас я его в барду. Сока. У него уже есть золоток. Я немного добавлю. Еще грамм 50 сока. Но это еще где-то пол лимона. Получается у него очень здорово. Рабочее место. Еще раз вот. Думаю, нам нужно чуть-чуть декорировать наш лимонад розмарина. Для того, чтобы мы чем декорировали, нам нужно придать запах и вкус. Лучше хлопнуть по предмету. У нас сразу запах откроется. Или потереть его как. Каждый стаканчик добавим помилону. Хлеб когда они дома готовили? Никто никогда не готовил? А с тестом что-нибудь готовили? Вареники, пельмени, блины, что-нибудь. Пельмени. Сейчас научимся готовить, короче, самые быстрые лепешки. Хлеб, который можно готовить на любой вылазке. Дома заранее тесто приготовили. И взяли на вылазку. И мы даже на рыбалке замешивались в тесто. Я люблю очень ходить в походы. Туризмом занимаюсь. На байдарках, на лыжах катаюсь, на горных. И мы часто выезжали на Южный Буг, на Нагорную реку. Двоем с другом со своими. Готовили хлеб сами. Готовится буквально на двоих. Десять минут готовится. Причем даже без решетки барбекю мы готовили его. Мы из веточек лозы скрыли, теплую решетку поставили сверху. Чтобы не на прямой контакт на угле было, а через веточки. На веточках пекли. Очень здорово. Можно готовить так как на гриле, так и на такой сковородке. Сковородка у нас для зажарки овощей, для супа. Через минуту мясо. Можно брать трубочки и уже пить. С таким лимонадом можно на самом деле экспериментировать. Использовать ягоды, арбуз, дыню. Даже кабачки можно использовать. Будет тоже очень вкусно. Да. Я очень обожаю салат из свежих кабачков. Ну вот небольшого размера. Ты их на экономке вот так вот для чистки овощей режешь. Очень здорово получается. Даже просто с лимонным соком, солью и перцем. Очень круто. В прошлом году было очень много на даче кабачков. Мы так делали постоянно. И еще жарили цветы из кабачков. Цветы из кабачков? Да. Кабачок же, он же красивый. Да, и это да. Как цветы? Как цветы? Да, у кабачка больших тюрьков. Да, и джемми тоже жарят. Зажали, молоко прикили, да? Да, мы их запекали вместе с бараниной в печи. Мы их без фритура. Всем хватило? Ничего, приятно. Да, и я очень так хочу прикинуть. А вот это. Не будешь лимонад? Попробуй, очень крутой лимонад. Я тебе рекомендую настоятельно попробовать. Ну как вам? Очень вкусно. Можно льда, если кому надо. Можно льда, если кому надо. Можно льда? Да. Что? Как у вас появилось от желания? Ооо, это у меня такая история на самом деле. В моей жизни я вырос с бабушкой, без родителей. И всегда, вот я такой, где-то с класса 5 мы всегда что-то готовили. Друзья прогуливали школу, готовили. Моего дома. Пироги всякие делали. Салатики. Салатики. Да, да. Это было очень забавно так. И я всегда думал, кем будет стать мне? Поваром или столяром? Поваром или столяром? Конечно же, поваром. Всегда будешь сыспелом, все нормально. Ну как-то я так... Потом в школе был такой дворщик и прогульщик. И в 10-м классе меня вынули со школы за прогулы. По той причине, что я уже с 8-го класса работал на цирке. Работал на кухне при цирке. В столовой для сотрудников цирки. И я готовил в буфет в 8-м классе. Это мне было сколько лет? 15. 15, да. Я был кладовщиком во все буфеты. Выдавал девочкам товар. И отпекал батрушки, булочки, пирожки для буфетов цирка. И готовил для самих циркачей. Там отдельное столово на третьем этаже. Для самих циркачей. Всех к нему приезжих. Там достаточно много. Это хорошая, классная столовая. По тем временам это было давно. Вот. Вот с этого момента начал готовить. Потом я поступил в училище. Начал работать в кафешке. Тут вот кафе юность раньше была такая. Ну она по-моему сейчас существует. Там работал. Потом я устроился работать в ресторан Пушка Виндаль. Знаете? Да. Там я работал долгое время. Потом ушел оттуда и начал заниматься своим собственным литл бизнесом. Делать средневековую кухню. У меня есть такое хобби. Я вообще боец сборной Украины по средневековым боям. В доспехах. Мы там ездим отстаивачей страны. Проходят разные отборочные соревнования. Потом естественно на чемпионат мира. Поэтому мы заняли второе место. На чемпионате мира было 32 сборных. Так вот. Для вот таких вот средневековых фестивалей я вывозил средневековый аутентичный ресторан. Мы там готовили еду. Продавали ее. Напирки. Очень тяжелый. Как выездной. Как выездной. Да. Но он и существует. В этом году я ездил в тростянет Сумская область. Был там в Сарафортесе фестиваль. Он меня там постоянно готовит. Там у меня Маргорода постоянно приглашает. Ему очень нравится. И мы там годно готовим для гостей фестиваля. А у вас самое не вкусное мясо вы там готовы в средневековой фестиваль. Самое необычное мясо? Да. В смысле вообще не так? Да. Мне предпочиталось выделить разное мясо. Но именно на средневековый фестиваль я сильно не изощрялся. Потому что еда должна была быть доступна для людей. И стоит недорого. Потому что все могли ее попробовать, покушать. Потому что все хотят. А если она будет стоить дорого, то никто не купит. Вообще я готовил разное мясо. Но это в основном дичь, мраморную говядину. Американскую и австралинскую готовили. А из дичи я готовил и косулю. Разные птицы. Это и тетерев, и рябчиков, и цесарку, и хазанчиков мы готовили. Цесарка это как курочка, только очень красиво, похожа на куропатку. Она черногруда, а мясо у нее чуть-чуть темнее, чем обычная курица. И когда ее внешний вид в ковер она общипана, у нее такая откровенно черная грудка. Вот пятна на грудке черного цвета. Ну это как говер погнать в сыром виде. Но дичь на самом деле такая специфическая вещь. Знаешь там, какое там самое классное мясо. Самое классное мясо в любом случае будет фермерское выращенное. Потому что дичь кушает, слишком много бегает, кушает все что попало, часто кушает вода или так далее. Мы будем наверное отвлекаться и срочно приготовим тесто. Потому что время бежит для теста. Кто хочет уйти из теста? У меня есть фартушки, перчатки. У меня есть такие фарки, чтобы не запачкаться в луку одноразово. В следующий раз будут крутые фирмы, я заказал, они успели отшить мне. Китчен Клаб будут. Есть? Хочешь помочь? Да, оператор. Ты будешь тоже месить? Да. А, ты будешь снимать, чтобы не быть поверженным. А еще вот с открытия нашей школы я буду ввести все рецепты в дневник. Будет такое дело с оператором, через ноту нужно наполниться и будет большой такой дневник. И половина будет пустых сторон, чтобы дополнять этот дневник. И люди, которые будут ходить за протяжение года, больше всего мои самые частые ученики. Кто-то еще хочет такой частый? Нет? Конечно, можно. Получат такой дневник. Тесто на самом деле готовится очень быстро. Самое дольшее, что нужно подождать, пока оно подойдет. Для теста нам необходимо взять дрожжи. Я беру самые обычные прессованные дрожжи. Можно взять сухие. Не принципиально ладить. 30 грамм. А живые, мне нравится, если ты забыл про них, и это тесто перешло, то с сухими такой прием не получится. Ты его помял, обратно в шарик скатал, и оно у тебя снова поднимется. Так может быть 15 раз оно может подниматься. А с сухими дрожжями у тебя два раза поднимется, и все, потом оно у тебя не поднимется. Ну, два раза еще может подняться. А вот, ну, дрожжи нам нужно растворить в воде. Я тесто готовлю на воде. Можно готовить на молоке, на сливоровке, на чем угодно. Это тесто, кстати, которое мы будем готовить, можно использовать для приготовления пиццы, фокаччо. Практически... Да, проходите, кто будет помогать мне. Смотрите, для теста бери 2 столовых ложки сахара. Засыпай туда. И где-то чуть-чуть больше, чем половина столовой ложки соли. Масло. А вот нам сюда тоже, как раз, так вот. Идите к нам сюда. Больше столовой? Меньше столовой. Вот так, да. Замечательно. Вот это количество супер. Я сделаю такое ароматизированное масло. Сделал его сегодня. Оно может даже так сильно еще не ароматизировалось. Можно добавить любые травки, перчик, чесночок. Будет, во-первых, красиво. И оно еще будет пахнуть припу. Толиковое? Красительное. Красительное посолочное. Да, уже пахнет припу. Попробуйте. Что там за травы? Травы, тимьян и розмарин. И будет приятный вкус. Во-первых, салатики можно заправлять. Здорово будет. Растительное, обычное, подсолнечное. Подсолнечное, рафинированное масло. И что там внутри? Перчик, розмарин. Да. А еще я делаю такое блюдо, где делают уксусы. Берешь свежемороженые ягоды или свежие ягоды. Малина, клюква. Насыпаешь блюдо. Заливаешь уксусом. Стоит неделю. У тебя идеальный там малиновый уксус. Или смородина. Да, конечно. Куда его можно использовать? Да куда угодно. Его можно использовать для заправки салатов. Масло нам нужно тоже ложка. Сюда мы добавим раз, два, три, четыре. Четыре ложки. Четыре ложки. Есть. Соль, сахар, дрожжи есть. Бокал литровый, графин. Не, мы добавим меньше воды. Мы столько не съедим лепешек. Половину добавим. Холодная вода? Да, самая обычная вот такая. Пол литра? Да, пол литра воды добавим. Теперь берем такой предмет. Вода обычная? Вода обычная? Вода рафинированная. Самая обычная. Можно даже со льдом. Для пиццы лучше готовиться. Растворяем и разминаем. Вы меня забрали или нет? Да. Дверьте, пожалуйста. Да. Для пиццы можно будет так кручить? Нужно будет так долго. Когда тесто станет крутяще. Если хочется на пиццу, чтобы была тесто мягенькое, нужно добавить газовый с молоком. Чтобы тесто будет мягкое. У нас вода будет какую-то пиццу. Пойдем. Добро пиццу. Все, все. Все, все. Вроде да. Задача, чтобы растворили дрожжи. Дрожжи? Да, да. Все растворилось. У нас тут где-то полтора килограмма. У нас уйдет на это блюдо килограмм, может быть, килограмм, может быть, килограмм. Мы сейчас замесим тесто. И его попробуйте на ощупь, как оно должно быть. Особо, я думаю, да? Вы добавляете муку постепенно. Добавляем муку, а Марина вымешивает тщательно. Месим, месим, месим до тех пор, пока перестанет меситься венчиком, мы пристанем месить тесто. Постепенно муку добавляем. Месим, 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 месим. Должен быть комочком. Да, да. Ну, комочком обязательно не добавляем. Рано еще добавлять? Да, еще рано добавлять. Сейчас в краем со всех мы снимем. Не, это страшно. Не приятно. Я делаю замес тесто, зато не в минуту пять. Такой намек, что можно... Нет, нет. Я просто делаю это руками. Можно готовить венчиком. Кто-то не любит патч на грудке. А я люблю чувствовать продукты. Ну, что это полезно. Руку, тесто, масло. Можно использовать тесто. И еще идея самой школы. Чтобы готовить максимально просто. Без особых каких-то прибамбасов и предметов, которых сложно... Дома это можно не улететь. Да, ничего страшного. Тесто-мес. Это машинка, которая замешивает тесто. У нас такая на пекарском цеху есть. Можно будет потом зайти посмотреть. Какая большая у нас стоит. Да, там оснащена кашля. Крючок такой двигатель. Крючок этот месит. Замешивает тесто. И получается, когда ты делаешь... Вот мы делаем сезон по тысяче булочек. А вы сами, да, печете булочки? Да, мы все булочки. И соус, и майонез. Ну, это самая лучшая булочка. Самая вкусная булочка. Ну, чтобы не портить манипюры и руки. И, конечно же, уже деть перчатки. Ну, если не смущает, можно замешать. Да, уже пора добавлять. И я думаю уже, давай я их освобожу. У меня руки чистые. Я не боюсь тесто испачкать. Сейчас я сразу помою. Еще, знаете, вот есть такая легенда в всех ресторанах. Около там перчатках работать или не перчатках. Хочу вам сообщить такой момент и новость. Когда ты работаешь в перчатках, ты не чувствуешь на руке, есть ли у тебя грязь или нет. А когда ты работаешь без перчаток, ты, как бы ты ни хотел, то у тебя там жир или, например, тесто, ты все равно захочешь сразу же их вымыть, потому что они тебе мешают. И ты можешь мыть там руки там тысячи раз в день. Поэтому мне кажется, что там есть такие споры по поведетелям передачам и так всем, что пора работать в серкастах. Да, пора добавлять. Да, пора добавлять. И я сейчас, наверное, как он спачкал. Кто хочет? Давай, давай еще чуть-чуть. Давай. Дай перчатки. Вот перчатки. Без перчатки. Конечно. Смотри, как я делаю. Берем тесто и вымяем его. Поднимаем и вымяем. Да, да. Раз и давим. Да, забираем. Приподнимаем и сюда. Поднимаем и выдавливаем. Отлично. Все правильно получается. Оно не жидкое. Оно мы сейчас доведем до той консистенции, чтобы оно было не жидкое. Сейчас пока не жидкое. И вымешиваем. Да, не лепится. Не лепится. Не лепится. Да, хорошо. Лепится, лепится. Сейчас все будет. Пенечка у нас уже горячая. Добавляем. Понемногу. Вот. Отключаем. Блин, это так здорово вообще-то. А ты никогда не замешивала тесто? Когда-то пыталась сделать пельмени. Ну, как бы тесто получилось, но оно было очень липкое. И вообще не топливо. Если тесто становится липким, нужно добавить муки. Если тесто стало слишком твердым, то нужно добавить немного жидкости и постараться его вымешивать. Но это сложнее. Лучше всегда сделать его жирже и добавить муки, чем потом его становить более мягким. Это уже сложнее процесс сделать мягче. Но тоже возможно. А вообще удобно всего делать без миски прямо на столе. Прямо на столе удобнее всего делать. Я размешиваю, допустим, дрожжи, воду. И беру там, вот на это количество беру там, чтобы не больше, чтобы потом, ну, сколько возьмет тесто. Зависит от счет гликовины муки. Вроде бы и сорт бывает, пользуюсь там, макво или хуторков. А один и тот же. А в разный период, особенно, когда, допустим, снимают, вот сейчас скоро уже, по-моему, сняли, да, зерно и будут, ну, делать муку. Вот в этот период самая плохая мука. Она еще там, естественно, не выдержалась, не выстоялась. И гликовина такая вот никакая. Лучше всего мука, ну, зимой, она уже зерно постояла, просохла как надо, и с него... А почему она такая слоится? А потому что его надо месить, 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 и сейчас оно перестанет слоиться. А для того, чтобы еще не слоилось, смотри, мы вот так, вот так. Заворачиваем. Заворачиваем, мы будем. Заворачиваем, мы будем. А теперь мы сделаем вот так. Миску? Ой, да на Барбашово, я не испачкал. Отлично, завтра едем все на Барбашово. Есть и классики. А есть просто на столе. А мне кажется, на столе. У нас сейчас всем будет работать. А мы сейчас еще тесто поделим на ровные части, выкатываем идеальные шарики, и поставим наклон к пленочкой. Да, чтобы не зря мы потом уже делали. Можем передать эстафету. Анна, дай попробую его. Вот, она уже в принципе идеальна. Муки вообще не нужно. Теперь задача сделать его гладким. Тесто в пару трав. Да. Приступаем. Чем хорошенько вымсишь тесто, тем потом будет лучше. Да нет, муки там, кстати, вообще достаточно. Потому что муки не нужно. Можно добавить слегка масло, чтобы не прилипало к столу. Я всегда вымсил. Продолжаем. Это не мука, а масло добавить. Да, масло можно добавить. Если у тебя уже чувствуешь, что тесто уже достаточно плохо, а куда это добавить? Просто на стол. Это для того, чтобы не прилипало к столу и куклу. Сейчас, чтобы не прилипает. Сейчас пока не прилипает, давай ничего и не надо. Прилипает чуть-чуть. Прилипает чуть-чуть? Давай чуть-чуть. Началось как раз. А, прекрасно. Самый главный момент, для того, чтобы понять, когда тесто готово, вот видишь, тесто как морщинистое. Это называется стрессованное тесто. Оно почти готово, оно уже вымешано, нет там явных каких-то следов муки. То есть мы его разрываем, а муки не видно. Стрессованное? Да. Стрессованное. Стресс. Оно в стрессе. Мы его мяли, вот так разрывали и обминали. А нужно, а нужно сделать. Но я специально ничего не говорил, чтобы вы поняли, когда это стрессованное. Потому что так непонятно, когда мы сразу делаем правильно. Не поняла. А теперь мы его делаем гладким и вымешиваем очень аккуратно. Вот. Я заворачиваю пополам и вымешиваю. Да. Я говорю, берем, подворачиваем и вымешиваем. Подворачиваем и вымешиваем. Кто-то одной рукой замешивает. Раз с итальянцами работал, они вообще к тесту такие вредные. Это не так, смотри. Сделал вроде то же самое, но неправильно. Кто-кто? Итальянцы, итальянцы. Да. А паста какая-нибудь такая забавная. Мы готовили фрескопасту. Одно время работал в этом самом гостинице «Альбатрос». И там был шеф-повар Фабио Феррари. Так он пасту берет в спагетти и сносит. Пробует. Это не альден. Это апсинку бросает. Если паста не прилипла, значит это не годится. Надо, чтобы прилипла. Да. Да. Так. Чтобы нам было легче. Мы сразу делаем. Сейчас оно уже нормальное, да? А мы сейчас каждый кусочек самостоятельно каждый сделаем. Ну, мы здесь сделаем приблизительно одинаково. На работе обычно делают через весы. Чтобы все они были абсолютно одинаковыми. Вот теперь каждый кусочек нам нужно сделать из него идеальный шарик. Как это делаю я? Я делаю большим пальцем, его подворачиваю. Можно делать вам фруктов. Можно об стол. Можно? Да. Можно, можно. Можно взять. Оно уже не пачкается. Можно смело взять. И легко каждый шарик. Либо об стол. Вот я его подворачиваю. И это оно приобретает гладенький. Не знаю. Не знаю. Вкладываем наши. Кто хочет? Никто не хочет. Мне не предпочитают. А можно еще с пальцем показать. С пальцем. Только медленно. Я так хорошо не могу. Давайте на камеру. Да. 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 Я практически делаю то же самое. Тесто подворачиваю, подворачиваю, подворачиваю. Хорошо. Можно не большим пальцем, а можно в обратную сторону. А, вот в обратную сторону чуть легче. А, получается с другой стороны вот такая вот штука? Да. Дыночка? Да. Получается. Ну, я стараюсь ее сильнее обминать и закатывать. А если она так получается, то ее можно вот за лепёшку сделать. приз за лучшую лепешку да а ну-ка постараемся посмотрю замечательно получилось так укладываем тогда рядом но на самом деле самая идеальная форма нужно для булочек пирожков а так мы будем потом развела раскатывать до бургеров мягче гладко-гладко должна быть вот как кожа вообще гладко и кондитерат вообще там по тысячу денег крутят наш накачивается палец конечно это шута не то что делать не руками это формовое тесто которая кирпичик хлеб есть там булочки которые типа паски а то что типа круглая батоны это все ручное ручной лепки багет это все ручно нету нету таких вот формочек который раз так так 3 4 5 6 7 8 10 отлично у нас 10 лепешек лепешки эти я больше всего люблю делать спертом чили со специями или сыром не просто пустые да то есть мы раскатываем тесто сейчас мы будем делать тоже можем делать я приготовил специи приготовил перец чили если кто-то любит это делали накроем или как минимум да я думаю мы постараемся отлично убираем отсюда и тут сейчас начнем шинковать те кто хочет порезать может активно мне помочь я хочу порезать сейчас будем резать лук морковку чеснок и картошку сковорода у нас уже нагрелась горячая а потом сюда стараюсь местах сейчас уберем потому что может внезапно навалить много заказов не сможет это ничего сделать так крем-чаудер принято не стойте вы абсолютно не мешает принято готовить крем-чаудер обычно с небольшого количества ингредиентов две пары овощей молоко и допустим один линд молюстер я люблю повкуснее и понасыщеннее для этого мы берем вообще вообще крем-чаудеры меню сейчас современные времена в англии британии в америке используют обязательный бекон это совершенно рыночный обычный бекон у меня машина слаза есть я просто его держу в заготовке нарезанным мы вот там жарим для раздачи на бульгеры это самый обычный рыночный бекон нам не обязательно принципе иметь эту форму нарезки тоненькую можно купить венгерский бекон супермаркете продается это вообще фаррари мой любимый бекон я не знаю как они там его готовят в венгрии но он такой вкусный я не знаю может какие-то специи особые добавляют мы режем кубиком нарезаем кубиком тем временем мне может кто-то помочь продолжить резать кубик то есть мы нарезаем стандартный классический кубик можно даже моим ножом вообще никому не ну да ну в смысле на кухне мне никто не берет мой нож вообще принципе морковь руки да только правильно мои ножом можно и очень внимательно пока есть это самое есть два способа нареживать эту морковку первый способ как я сговорил с огурцом нам нужен кубик да да достаточно он поджарить вообще будет маленький нарезаем морковь можно конечно натереть на терке но это будет совершенно не то что нам нужно так как мы все овощи как на крошечку нарезаем кубиком как на крошечку форма нарезки то есть вначале нарезаем такие пластинки потом будем продолжать еще если такой вода наискосочек просто режем таким образом показываю берем понемногу для того чтобы пальцы нарезаем на самом и потом превращаем это футбол и а вот и это очень просто берем раз-два картофель у нас идет тоже кубиком кстати у нас уже есть нарезаны мы начнем потихонечку конечно позор я готовлю на сухой стол не люблю много жира вот этого жира достаточно вообще на весь суп у нас и пассировку так вот самое главное в этом супе не продевать саму пассировочку зажарку для нашего супа если в принципе самый главный ингредиент и вся простота я уже у меня там ребята подготовили закипятили молоко для нашего супа нам нужно все овощи обжарить залить молоком проварить 15 минут суп готов а морепродукты и рыбу мы просто кидаем в кипящие выключаем все готово да и мы сейчас также сделаем это пассировку сделаем общую для всего сделаем кто захочет может сделать маленький свой суп довести его до вкуса и приготовить его на одну порцию маленькой костюльке а если можем приготовить сразу большую кастрюлю ну общую на всех можно добавлять что лук морковь сидели картошку можно добавлять что-то из этих ингредиентов но что-то не добавлять а вот и там помидоры либо у помидора то можно добавлять мархатенчауда это готовится все то же самое только основа бульон и томаты или томатная паста или томатное пюре или свежие переключенные томаты либо пилати баночку любую вид томата подойдет делаем потиху борща или солянки с томатами и так тоже все самое готовый бульон но обжариваем все ингредиенты у нас есть картошечка морковь и достаточно за нам не хватит морковки даже мало быть 15 сегодня 10 точно также все овощи вот этих карташины все таким вот кубиком и мы это все по поводу лука один важный момент нам нужно взять семьянчик а я беру немного можно взять наш чабрец у меня расцветный дача чабрец в принципе одно и то же мне даже больше нравится сейчас цветет все лето бросаем его сюда уже потопился жирок и сейчас он начнет трещать и может быть даже немножко стреляет и чеснок чеснок беритесь один тут чеснока рождаем его нам для него практически чистить не надо мы можем его произвольно нарезать как огурцы мы резали да я не не заморачиваясь не выбрасываю есть там бытует легенды так уже типа мол серединка дает самый запах чеснока тут который потом неприятен во рту на самом деле это все но вы придумано по моим личным экспериментом разницы разницы никакой да все смешивать морковкой потому что мы будем все это обжаривать и пальцы держим как я вас учил а то все проходит зря неудобно но это пока палец прячем да вот и не спешим не зачем спешить а картошка у нас только не у нас уже позрело может я вам немного помогу и быстренько все это давайте я это сделаю бывает на конном бывает на центральном принципе не особо важно смотрю чтобы он хорошо приятно ну хороший запах либо я вижу либо виталик виталик это у меня работает у вас не познакомлю шутковар конкретно этого мой помощник который занимается непосредственно этим рестораном вторым ресторан занимается игорек шутковар варенок копченый бекон вначале его предварительно отваривают солят и коптят можно делать самому если есть коптильня мы сейчас здесь на базе этого ресторана без коптильни может быть следующем мастер-классе мы сделаем собственное копченое мясо без всяких коптильни и без жидких дымов натуральным копчением для салата к примеру или сделаем ротбик про выбор бекона я обращаю внимание исключительно на то чтобы он был мясным чтобы процент мяса будет минимум 50 да да это наш на рынке куплены бекон хороший запах и хороший запах вот и все в принципе еще могу просто попробовать хорош свежий хороший продавцы безусловно меня там уже все знают сразу говорят иди у меня купить бекон или у меня подсовывать лучше хотят чтобы я у них лично покупал я же много беру бекона интересно продать много бекона у меня бетона проходит допустим начинает с сентября там по зиму может пройти полтона бекона но есть товары которые можно покупать потом два или три раза в неделю который постучки более а есть товары которые фрукты овощи мясо покупайте каждый день вижу один недочет я бы с удовольствием у нас мы конечно на то кофе пригласил но демон еще за нашим кулу и сельдереем и попрошу чтобы ребята просто нам ускорили процесс и быстрее управлять сельдерей собственная персона я люблю всегда добавить и стебель я немного это с этого же сельдерея и корни стебель очень сильный имеет вкус а овощи и травы я покупаю также на рынке есть не конкретно одного человека у нескольких людей выбирать самое лучшее я имею ввиду размахи на рынке точно так на рынке продается легко и просто главное пораньше туда выйти не в одиннадцать двенадцать часов 9-8 вот это сельдерея мы используем потом на бульоне бульоне получится аромат мы подпекаем их на гриле и используем для приготовления бульона это не мусор сельдерея нам нужно совсем немного поэтому вот этого количества нам вообще хватит с головой я не могу удержаться я не могу удержаться у меня растет и сельдерей и пастернат ну и морковь еще фельд этого морковь она тоже не выросла это белый бурят или нет? нет это морковь просто наверное думаю опылена вместе вы про сельдерей? а вы про сельдерей или просто? да сельдерей это собственный имя собственный короче овощ который был указан в овощ это роман сельдерея да это сельдерей это сельдерей ну может когда-то это была тетрушка не пробовала? нет ну не может быть это не означает это дурка ну полезно свежий тоже кстати он полезный кстати единственный из овощей которые в нем содержание боже мой энергию которую дают человеку с калорий гораздо меньше чем человек его переваривает когда есть сельдерей а организм переваривает типа себя ну такое изменение Так, я думаю, мы тут сильно кашу не свалим на этой клеточке маленькой. И передадим ребятам, чтобы они нам его поджарили. Когда они нам только поджарят, я сразу покажу, что получилось. Да? Можем, конечно, подождать, но не долго, мне кажется. Нет, нет, давай. Она должна стать румяная и почти готовая. А соль туда ничего такого пока не кидает. Нет, мы будем в молоку кидать соль. Мы поменяем. Ребята, пожалуйста, обжарьте. А это обжарьте. Это горячее молоко. Оно именно доведено до кипения? Да, абсолютно полностью закипело. Здесь у меня 5 литров молока, по 300 грамм на пол. А молоко домашнее? Нет, молоко с пачки покупаю. Почему не пользуюсь домашнее молоко в ресторане? По той причине, что им не получается обеспечить срок годности его нужного количества. Сегодня может молоко пройти. У меня когда стоял меню Климчал, я бы охранила там по 100 литров молока за неделю. Почему его убрали? Потому что летом поставили окрошку, мы его снова вернем в меню. Конечно. А почему его на Ленина в меню нет? На Ленина в меню вообще на самом деле там ресторан построен иным образом. Ресторанчик сделан на тематику локальной кухни. Больше как бы приближенная именно нашей еды, ну там не стоит задача сделать его американским ресторанам, стоит задача сделать его локальным. Что значит подразумевает локальный ресторан и лоководство? Это как минимум то, что мы готовим из местных продуктов, стараемся держать сезонность. Продукты местные, это значит типа в радиусе 150 километров нашего района. Да, можно что-то, да, ничего не так. А Ленина в меню надо пуляться. Есть, конечно можно, почему нельзя? Нужно. Я знаю, у меня стакан в руках. Ну, у меня тоже, мне много. Девочки, давайте с вами поухаживаю, если хотите можете самостоятельно, не спрашивая меня, угощаться. Конечно можно. Да, давайте я, вы занимаетесь. Да, давайте. Так вот. И там максимально, там даже меню отличаются, допустим, и по подаче. Здесь такое сделано больше тусовочное место, чтобы люди пришли там быстрее, все побыстрее получилось, а там сделать чуть-чуть по изысканней, у нас еще будет третий, у нас будет гриль Даня, там где терка, там уже строится, там будет концепция гриля, максимальная гриля, мы там, я вам не буду рассказывать, вы придете, все увидите, а то я такой болтливый, рассказываю. Да, 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 но мы как раз заинтересуемся этим, да? Я верен, вы 100% придете. Или научимся это работать? Да. Так, лишние ингредиенты убираем. А, мы забыли лук нарезать. Пока вы нарезали. Я лук не чищу, как принципиально. Не решили это делать, поэтому я делаю вот так вот, разрезаю, убираю копку. Вот сюда же. Костик всегда оставляю. Он, вы поймете почему. Сейчас. Все поймете. Алло. Да, совершенно верно. Там он сзади. А можно, например, лед? Вот. Что я делаю? Я нарезаю лук. Я делаю два поцелечных надреза, чтобы был трендитный, такой маленький, как положено. А потом делаю вот так, не дорезай до конца. А потом вот так вот. Вот. А это заставляю. И за счет этого хвостика у меня лук как бы держался, не рассыпался. Но вы не плачете от него от лука? А когда плачут, она либо песню пеет, либо свистит, либо жвачку жевает. От лука, да. Серьезно. Потому что, когда ты типа свистишь или песню пеешь, ты дыханием потом взбиваешь эфирные масла или жвачку жеваешь, жвачку воняет, уже не плачешь. Не плачешь. А можно, да. Но это когда нога, рука сильно не спасает. И очки этого. Ага. Так. Олочка у нас почти готова. гендельмены, добавьте еще фассеровку лука. Да. Вадим. И так. Там у нас все продолжается готовиться. все овощи внутри теперь что нам нужно сделать овощи подготавливается молоко кипящие морепродукты когда мало вообще очень просто на скорочке чуть-чуть пять минут отдельно у тебя на второй сковородочке молоко потом ты все когда все соединил добавляешь 3 штучек таких 3 штучки таких там 3 кусочка лосося отставить все готово ну то есть оно второй раз затихнуло и все морепродукты не надо варить и варивать все потеряется убьешь вкус и все убьешь поэтому надо очень деликатно так а Вадим, много заказов. Мы сможем пожарить лепешки? Сейчас ход вперед. По-моему, отлично. Вадим, ласка. Для того, чтобы раскладывать тесто, стол должен быть сухой. Если мы вкармем по воды, у нас сразу же там прилипнет тесто. Мы можем применить, кстати, не скалку, а вот так вот, если в походе или в домашнем сухой, можем применить бутылку. Применяю. Мы смазали мукой. Попробуйте тесто, девочки. Оно сейчас вообще безумно мягкое и нежное. Вот такого этого должно быть. Я должна знать. Если вы реально будете это блюдо готовить к лепешке, вы обязательно попробуйте и вспомните. Если у вас все правильно получилось, оно должно быть вот таким вот. Кстати, мы можем даже точно проверить, сколько у нас ушло на пол-литра воды, взвесив вот мук. Там было изначально полтора килограмма. Взвес я точно скажу, подкорректирую. Так, корректируем лицепт. 200 грамм луки ровно у нас взяло тесто. Пол-литра воды, да? Да, да, пол-литра воды. У меня друг есть, один из лучших пицел. Так он тесто вообще только всегда руками распакивает. То есть нам, в принципе, может быть, не только не понравилось. Он делает это вот так вот, а потом раскатывает, 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 раскатывает. Раз, 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 оп. И он это делает вот так вот. Он мне научил готовить пиццу. Ну и тесто раскатывает только руками. Но у него получается, я не знаю, как он такой мастер, что я когда беру в тарелку, прикладываю, а пицца в тесто ровнее, чем тарелка. Я думаю, Роман, как это ведь так получается? Ты говорю, обрезаешь? Нет. Так он еще делает то есть с бортиком. Бортик он делает как-нибудь, может быть, на одном из мастер-классов, если будете ходить. Он делает это тоже руками. Он когда раскатывает, как я только что делал, так он всегда оставляет этот край. У него получится идеальный такой ровный бортик. Вообще-то, ну, талантище. Ну, я работал и с итальянцами, и с французами. И, ну, лучше я не был, что кто-то. Вообще, он сам родился в Грузии, а, ну, национальности азербайджан. А живет у нас в Украине уже лет, так, наверное, 15. Короче, это у нас база. Теленькое должно быть тесто для лепочки, да? Можно сделать и потолще. Можно сделать, поджарить с одной стороны, потом перевернуть на другую, сюда, на светоцира, вот это я не знаю, на решетке, на мангале. Кладем на решетку барбекю, вот это вот. Да, да, да. Сначала подрубили. Готовится буквально, сейчас вы увидите, минуту. Кто хочет все, нужно попробовать пожарить ее на пупу? Сань, есть заказы? Можно сейчас пожарить ресешку? Или сейчас... Один покажет. Скажите мне тогда, мы сейчас пока пораскатываем, когда будет свободный госпит. Когда мы эту конкурсию отставляем. Но, помните, я вам говорил о тюрьминных секретных магазинах. У меня здесь смесь трав. Базилик, орегано и чаблет. Темно. И соль у нас тут это была. Я люблю, вот мы можем взять, травками посыпать, посолить. И взять и применить бутылку. Для того, чтобы приликло это все дело туда. Все, годится. Достаточно, я возьму немного, раз-раз, и оно у нас все туда приликло, никак не упадет. Нет, в сторону не пропустим. Нет, теперь мы просто вот так. пополам еще ее свернем. Оп. И берем на тарелочку. Да. Перейдем, если мы упоем. Кто хочет следующую лепешку, делаем с перцем чили, давайте сделаем. Можно скалкать. Как вам удобно? А как мы сделаем? Давай. С перцем чили. Давай, перейдем. Ну, это будет очень осмотреться. А как берем его? Я же не знаю. Как-то руками. Да, руками. А ее переворачиваешь? Смотри, ты полностью всеми пальцами, руки, возьми мукой обязательно пригудри. И не кончиками пальцев, а всеми пальцами, всей ладонью. Давишь. Ага, потом переворачиваешь и не делаешь? Да, может ты давишь отсюда. Вот смотри. Вот так. Именно пальцами. То есть пальцами. Пальцами. Да. А вот этот сделан с перцем. Но всегда можно подкорректировать это дело вот этим предметом. Если я думаю, что-то пошло не так. Собрались гости. Смотрите. Чин-чин-чин. Показал, пока я беру. Да, это для меня вариант. Опа. Есть еще один такой момент. Для того, чтобы лепешка по столу круглой, если рвется, круглой, рвется не страшно. Мы так раз, за лепуху сделали, все нормально. Мы делаем что? Мы делаем правильную лепешку круглую. От этого, и очень важно ее не разрушить, я забыл сразу упомянуть, не разрушить. И также ее укладываем. И очень аккуратно, приминаем. Тогда получится идеальный круг. А, да. То есть, она уже, мы вот это делали, чтобы она была круглая. То есть, автоматически. Если кто-то хочет, пожалуйста. А сюда добавляйте эти травы или перец? Давайте перчика добавим. Кому перца добавим, наверное, немного, поэкспериментируем. Ну, я, допустим, люблю. Может быть, вам не понравится. Давай, давай, больше. И соли немного. Слегка, соли просто. Да, глаза не терем, потом обязательно руки возьмут после перца. Но я, в принципе, один, по-моему, трохал. А сейчас попробуем только с сыром. С сыром? А мы сейчас одну сделаем с сыром. Ну, еще и попробуем. Да. Дальше складываем здесь? Да. Не слегка. Солить не надо? Уже посолили. Все, так? Да. Получается, потом он делается? Дома мы делаем просто тесто. Привозим его в пылечку. Я делаю это на карематике. На карематике кладу полотенце. На полотенце идеально раскатывается. Обычное, куклонное полотенце. На карематике первой поверхности сразу, ну, на травке, что ты на ней раскатаешься. А на карематике, я раскатывал каремат, стилю полотенца, достойную стеклянную бутылочку. И, смотри, у меня с тестом. Мы эти кладки там разлили, и тут же ей раскатываешь. И прямо вообще, все вообще в сходу делает там, лепешечки. Причем все хотят сразу принимать участие, все на бутылке. Ух ты, а можно на бутылке? Конечно. Вроде бы и сам сделает, а тебе все сделает. Все классно. Можно что-то тоже, да? Конечно, конечно. Что там? Ты хочешь? Да, ладно. Можем поэкспериментировать, сделать одно с чесноком. Но вообще чесноком, вот и пока что, когда готовят итальянцы, они и пить. Они делают вот по типу нашего масла, вот такого вот, с чесноком и специями. И потом поливаем. У меня, я учил себе разные кухни, и люблю всегда находить новое. Я какое-то время готовлю годовную арену, для жительства. Долгое время, там, в последнее готовил поселение, ранее, через помадорно, я работал. Я шелик ущерб, а потом шелик ущерб, а потом шелик ураган. Я попробую. Эдуардо Морене, шелик ураган. Эдуардо Морене. Шелик ураган. А дочь Ерфамадора работала на спарме в итальянском ресторане. Можем немного добавить чеснока, смотрите, у нас есть сельдерей, чеснок, сухих трав. А вот тут прикольно сделаем с колечками. У меня есть сыра. Можем немного добавить. Можем немного добавить. Можем немного добавить. Можем немного добавить. Ну давай, попробуй. Можем много добавить. Можно у меня в тесто пом�� Hide Jusa. Чили 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 Смотрите Как их мать круг А уже на самом деле мы их ждали Можно вопрос Да Да Да, давайте любую одну сделаем Сколько мы нас готовим? Все раскатались? Нет, еще одна Давайте подпишем, мы сейчас все вместе пожарим А что с тобой? Давайте, Тишки, кто еще одну сделает У нас одна на двоих Я боюсь перепачкать Вот эти, будьте осторожны Мои параллельники не подходят Да, хорошо Возьми бутылку и раскатай бетон Пусок бетона Да, можете бетона положить Только он не прилипнет к тесту А когда птицу мы будем делать Мы будем готовить с обеих сторон А все равно готовы, да? Да Слушай, дай я отберу на пожарный немного молока Сотенье Отберу немного молока в случае Красивый Вот еще одну одинокую Раскатайте кто-нибудь А то получится параллельник Я на всякий пожарный возьму Молока отберу Для того, чтобы была возможность добавить Если что Так, смотрите Девушки, смотрите что у нас получилось Понюхайте какой запах Вот что у нас Мы пожарили картошку с овощами Она уже готовая в принципе У нас суп готов сейчас ровно через 5 минут Есть и смеха нельзя, да? Уже на самом деле можно Так вот, что мы делаем Горячо очень сильно Тут расплавится доска Возьмите пожалуйста тарелочку Я на тарелку поставлю Тарелка не откладывается Да Спасибо Так, а где сыр у нас? Сыр будет закладываться После того, как она уже приготовлена Лепёшь? Да А трав? Давай раскатай еще Бери бутылку Смотрите, пока у нас уже овощи приготовились Молоко так кто-то не кипнуло При том, что оно было кипяще Я предлагал вот это все тело Поставить просто на огонь На нормальный Вот у нас все готово Мы тут сейчас его доведем до вкуса Все попробуем, какое оно должно быть А лепешки сверху? Да Можно только присыпать молоком Осторожно, чтобы не брызнуло Давай, присыпай У нас в принципе ужин уже почти готов Осталось буквально 5-10 минут И лепешки мы получим горячие И здесь суп одновременно А где ваше домашнее вино? Это что? Вино домашнее Домашнее вино будет в следующем мастер-классе Спасибо Я на самом деле волновался немного Но забыл его взять Сейчас бы было, ой, как веселее Отметили бы ваш творческий бацинчик Бацинчик Возьмем, конечно Возьмем, конечно Большое спасибо Частливо Итак, начнем доводить его до вкуса Где наша соль? И у нас бульон с подмидней Можем смело его вводить сюда Вливайте Вливать? Весь? Весь Вот эта штука пахнет золотой Это розмарин, да Солим Ну, порядка, ну, на это количество На, я вот Может фармак надать? Да Уже поздно, да? Соли Да Вам рекомендую солить с руки Потому что, ну, не пересолить с руки Ты солишь, солишь и пробуешь Мы добавляли молоко, это овощи Молоко и поджаренные овощи Те, которые мы поджарили И соль Это с миди Соль изначально Это только бекон А миди сок А миди тоже? Миди в самом конце, когда суп готов А, понятно Еще соль надо То есть им не нужно как бы термически Они готовятся буквально им достаточно Когда ты закидываешь в кипящий суп И оно еще буквально одну минуту закипело Еще раз Они уже готовы Так Это пенка с молока Я ее не люблю, я ее снял, видите? Это пенка с молока Мы же готовим суп без бульона На основе чистого молока Когда молоко закипает, появляется пенка А ее нужно снять Но суп у нас готовится Это густой Вы пробовали у нас крем чавдер? Да, пробовали? Я не пробовала Так вот, мы берем Сделаем ру Ру Это смесь сливочного масла С мукой Нам нужно взять муку Для этого мы будем затягивать суп И помять Мнем ее сюда Наверное, еще один кусочек Наверное, еще один кусочек Это крем-суп получится Ну, хотя лучше, да По типу крем-суп По типу валюте Вот есть такой суп Валюте Который готовится на овощном бульоне Есть соус валюте Это один из базовых французских соусов Французских соусов Не их пять Знаете? Нет Бешамель Валюте Испаньол И... Я знаю Бешамель Валюте Испаньол Демигляр И еще один кусочек Забыли Забыли Можете придумать, чтобы она переносит Я забыли 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 Можно придумать, мы все равно проверим Да За этого дела нам должно хватить И мы теперь это все дело вымешиваем А мы же масло Масло растворяется в воде Вот это вот Лепешки мы сейчас Прямо сейчас жарим Я вот это попрошу наших Ребят Будет долго Хочется уже вас кормить В вкусном супа Ну да, очень Так Пожалуйста Послово А мы тут еще не дожили Заготовы И не ким, не докачалай Наша печка Да, да, да У меня У меня У меня У меня У меня Тут очень жарко Очень жарко Можно обидеть? Тогда одевайте фаршки Чтобы не испачивали Вашу Прекрасную плать Заряды Никогда не подразится Гаула Рекомендую Надеть opt о том Г segue Пожалуйста Убирайтесь Кто хочет идти на кухню Конфера У меня есть Есть Все Все, кто хотел Уся к nurses Пошли Попير У нас тут эта печь хостерая, это гриль, по типу того, как мы его на природе выжарили. Потому что, во-первых, ты можешь просто пакуруться, но она достаточно вот такого, потому что в панельке. У нас эта печь, уриджи-испанская печь, которая будет земля. Она получается плана лакетка, потому что она такая золотистая. Смей собирается, она сперная чула, убирается в ровно один коротко, отмечать ванну, а если она отжает только шкурты, она жает со всех сторон. И причем еще на углятку. Они усы, они делают. Берем лепешку, смотрите, отскладываем. На обычной решетке получится. Да, на обычной решетке. Так, смотрите, что происходит. Печь мы даже не закрываем, потому что все будет на стопах быстро. Слушай, ты сообщи нам, когда запекай, наши штуки, наши продукты, и сообщи, мы об этом делаем. Слушай, давай, пробием. На втором случае мы очень-очень наградилизовались. Стоп. Неправильно. Для того, чтобы не обжиться, выкладывайте. Надо продевать что-то раз. А, изменили? Да. Сейчас я переломаю. Смирен ветки, Никита. На барбекюрный день. Раз, два, все готово. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Парабекура. Потом мы перепадим. 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 Следующий, проходите. Жарко. Очень жарко. Мало. Не могу. Входят на реку, где-то не заранее. Не надо. Не надо. Не надо. Не надо. Асфальт, да? Минутка. Не надо. Покажи руки, а мы все не садимся. Вот. А я не что-то. Вот. Раз и раз. Вот. Адемка. Раз и раз. Вот. Адемка. У нас эта репешка, наверное, цинк подгорит слишком тонко. Если вам проявляться, как они побороться громко расставят у меня, а по краям куртки... Ну, ничего страшного, мы берегаем отломать, мы же для себя. Залу уже... Ну ничего, да, уже на репешке не пояснили. Тесто все равно будет кушать. Я знаю. Сыр, да? Сыр, да? Что же я говорю? Сыр, да. Ну, следующий хочет. Ну, следующий хочет. Да. Да, оно же сейчас только большой, оно сейчас... Конечно. Да, оно квадратное... Самое дело... Давай. 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 Так же можно оскорить сковородку без масла, вот толстый челунг, готовить и в сковороде. А что это за белая котлетка? Это из людей. Это будет наша сыра. Вот это я? Девчонки, наш суп закипел. Посмотрите, что произошло, он уже стал. Оле Крым уже понравился. Помогали на кухне. Ой, пока стоит. Он уже стал. Парад переворачивается. Мы успели, согласно. Он более густой. Давайте скорее сюда морепродукты и скидывайте их сюда. Мы поставим их на продукты. Да, начинаем. Рыльки. И остальные. За. Прямо за тех, кто стоит. Считаем. У нас 10, 20 штук таких. Не 20, давайте. 10, давайте 9 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И все. У нас наше способность и к этой печи. Ну, у нас все веще. Мы постоянно постояли и не сходили. Поэтому вы нам очень кто-то побольше. Да, скинули три. Вы видите? А эти все? Весенхозы? Весенхозы. А, весенхозы? Весенхозы. Будет по насыщению, я просто рассчитываю. А теперь у нас ложка деревянная, да? Примушаем все это дело и снова поставим на огонь. Не затраивай уже. Опа, это подрумянка у нас вообще как съедает. Аккуратно, не размышляйте. Главное, чтобы дно не понарело в этом супе. У нас закипело молоко, овощи соединили. Еще раз закипело, закинули это. Еще раз закипело, готово. Возьмите ложечку, попробуйте, какой он должен пропускать. Все у вас свежее, свежее. Давай, все ложечки. Рыба готова. Рыба готова. Слева руки. Можно справа? Да. Пошли, пошли, пошли. А теперь просто подвигаем это дело, чтобы она туда поднялась. Ну что, девчонки, делаем? Ставим такие белые, сейчас едем. Давай, берите ложечку. А немножко солички, нет? Солички? Да. Давайте добавим. Если вы считаете, что мало соли. Я всегда рассчитываю на гости, которые... Одного еще, если что, подсалить. Вот так вот это идет до пункта. Но тот, кто любит соль, у вас еще подсалить. Нет. Душку. Сейчас мы их испечем. Ну да, делаем рисунок одной вручную. А где? Не каждый вручную. А потом где внутри. Ну да. Да, все. Я уже была на красавице. А где застали? Ааа. Где? Аааа. 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 Ну, какие-то должна быть это. Она готовится 4 с одной, 4 с другой и 3 должна полежать полигра. А когда они готовят? Ну, а сцена. Да. Конечно, дей. Дей на 100 килограмм, да. Дей. А что нам дей срай? Аааа. 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 Ааааа. Аааа. Аааа. Ааааа. Ааааа. Аааа. Главное, господин, она такая форма. Не, 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 я в тупой помню. Ааааа. Ааааа. Можно обдаваться? Можно обдаваться? Ааааа. Ааааа. Да, да, да. Да, да. Аааа. Ааааа. Точно, это точно. Прошу. Ну, можно, но есть шаг, если ее же. Это, это... Все попробовали или кто-то не попробовал? Все, вот еще одна паяль. Ааа, мы с туп, куда надо поставить, чтобы он дешевел, но его и как-то не помнишь. Все попробовали? Да. Давай, давайте попробуем. Ну, ааааа. Так, принц, принц. М? М? Принц? Да, да, да. Давай, давайте попробуем, что надо. Сейчас шаг. У нас, значит, вход, высадят. Аааа. Я смотрю, в чем помню уже. Ну, а то, чтобы это принц на ролике. Ну, да. Кстати, на природе она готовится чуть-чуть дольше, потому что тем не такой жаркий, как снизу жаркий. Есть момент, как образевательный. Ну, только образевательный и сразу. Но мы еще с сыра только разобрали. С сыра чуть-чуть толще. Было вообще идеально. Да. Кстати. Это с сыром. Ну, да. С сыром. Давайте попробуем с сыром. Хорошо. Давайте попробуем с сыром. Давайте попробуем с сыром. Что ты лучше едешь? Ну, так. Ну, это я, пожалуйста. А ты что едешь? Я. Идем. А, спасибо. Ой, там. У меня сладко. Да. Борфер свободен. Мы отжалились. Ребята, это в холодильник. Предлагаю садиться за стол. Клепешки. И... А мы пока здесь все уберем. А вы садитесь за стол. Мойте руки. Садитесь за стол. Если кто-то хочет помочь мне прибраться, то можешь помочь. Если не хочет, то мне не нужно. А ты какой стол? Давайте за большой стол пересядем. Можем сесть в том зале за большой стол. Можем на самом деле убрать эту раздачу и тут все поставить в туле и здесь. Так, все. Можете обратно работать, ребята. Все свободно.